Дорогие друзья, хочу начать сегодняшнее видео со слов благодарности вам. Каждое утро за завтраком я читаю ваши комментарии. Они дают мне такой большой подъем сил, что мне сразу хочется бежать и снимать для вас видео и рассказывать про Рим, что я и делаю перед встречей с гостями Вечного Города. Каждое утро по чуть-чуть я снимаю видео зарисовки, потом монтирую, и получается достаточно интересное видео. Огромное спасибо вам за время, которое вы мне уделяете, за теплые слова, искренние пожелания, без вас утро каждого дня было бы для меня менее радостным. Спасибо, что выбрали меня в свое окружение, пусть даже не реальное, а виртуальное. Давайте и впредь оставаться вместе. Нас объединяет с вами любовь к Риму. По разным причинам кто-то из вас не может приехать в Рим, и для вас мои видео являются возможностью побывать в Вечном Городе, познакомиться с достопримечательностями и побродить по улицам. Я стараюсь снимать видео так, как будто вы сами ходите по улицам города. Ну а те, кто планирует поездку в Рим и приезжает, для меня большая честь познакомить вас с Великим Городом. Я благодарна всем, кто обращается ко мне. На экскурсии я рассказываю много интересных историй, легенд и мифов о достопримечательностях, и, конечно же, советую, куда сходить самостоятельно. Очень важно получить правильное первое впечатление о городе, который манит своими неразгаданными тайнами, вспомнить историю, научиться рассматривать детали, которые рассказывают очень много о городе. Самая большая награда для меня после экскурсии – видеть в ваших глазах искорку, радость и понимать, что вы еще вернетесь в Рим. И как же приятно встретиться с вами через год, через два и показывать вам новые интересные места. Если же кто-то из вас хочет посмотреть Рим самостоятельно, на ваш вопрос, что посмотреть в Риме, я однозначно могу ответить – все. Рим – это музей под открытым небом и единственный город в мире с таким скоплением достопримечательностей. Он лишит вас дара речи. За каждым поворотом вас будет ждать что-то необычное и неповторимое. У вас вырастут крылья и будут бегать мурашки по коже, как говорят мои туристы. А вот гид как раз нужен для того, чтобы в нужный момент, выходя из какой-нибудь узкой улочки, помочь вам понять величие этого города. И уже издалека услышать в данный момент шум воды фонтана Треви и начать рассматривать монументы, которые достойны вашего внимания. Утром я люблю проходить возле фонтана Треви, останавливаюсь, любуюсь с счастливыми лицами туристов и не устаю восхищаться красотой Рима. Фонтан Треви был построен в XVIII веке. Грандиозная и эффектная достопримечательность больше похожа на сцену. А мы здесь актеры. Каждый из нас разыгрывает свою сцену жизни. Я, например, наблюдатель. Каждое утро наблюдаю за туристами. Я была свидетельницей, как у фонтана Треви делали предложение руки и сердца, проводили свадебные фотосессии, фотосессии с детьми. Кто-то приходит бросить монеты, чтобы еще раз вернуться в город. Каждый из нас пишет свою страницу книги под названием «Жизнь». А фотографии и видео напоминают нам о прекрасных моментах. Всегда всем туристам советую просыпаться пораньше и идти к фонтану Треви. Где-то через часок виды начнут проводить экскурсии, и здесь, на маленькой площади, будет очень много народа. Сейчас в Риме почти все фонтаны закрыты на реставрацию. Идет подготовка к юбилейному 2025 году. Фонтан Треви последний раз реставрировали в 2015 году на деньги торгового дома «Фенги». Будем надеяться, что в этом году фонтан на реставрацию не закроют. Ведь каждый раз, когда из чаши фонтана собирают деньги, фонтан моют и обрабатывают. Когда наступают жаркие дни, я всегда думаю, что скоро кто-нибудь из туристов захочет искупаться в фонтане Треви. Бывают, бывают такие случаи. Напомню, что купаться в фонтане Треви, да и во всех фонтанах Рима, запрещено. Но если вы все-таки решили искупаться, то вам это будет стоить 450 евро. Все готовятся к новому рабочему дню. Прогуливаясь утром по Риму, со всех сторон доносится аромат только что приготовленного кофе. В воздухе витает аромат кофе, да такой аромат, что сдержаться невозможно. Завтракать сегодня я буду здесь. Дорогие друзья, и вам советую обязательно зайти в кофейню «Тарца Дору» – золотая чашка. Она находится в двух шагах от пантеона. Залы кофейны часто переполнены, и длинная очередь может выходить даже на улицу. Но это не потому, что кофейня находится возле одной из главных достопримечательностей Рима, возле пантеона. А потому, что на самом деле здесь очень вкусный кофе, и вам обязательно нужно попробовать этот бодрящий напиток. Иногда туристы жалуются на отсутствие столиков, что лишает их возможности задержаться в помещении. На улице стоят несколько столиков, но они часто заняты. А я советую вам выпить кофе за барной стойкой. Это называется «Альбанко». Вы сэкономите не только время, но и деньги. За стойкой цена кофе всегда дешевле, почти в два раза. Побывав однажды в этой колоритной и необычной кофейне, вы обязательно еще сюда вернетесь, для того, чтобы купить подарки для своих родных и близких. Альбанко просим Bed Wolfram. Если вы решили купить домой кофе, перед покупкой вы можете попросить приготовить для вас кофе из любого из этих сортов, чтобы по достоинству оценить его вкус и аромат. И если понравится, обязательно купить. Кофе можно купить как в зернах, и при желании, прямо при вас, могут перемолоть кофейные зерна. Специально поближе показываю вам сорта кофе. Почитайте в интернете и выберите, какой бы вы хотели кофе попробовать в этой кофейне. Я позавтракала, вышла на улицу, а тут посмотрите уже, какая очередь стоит. Да и столики все заняты. Не теряйте время. Пейте кофе за барной стойкой и идите гулять по Риму. С левой стороны кофейня Тацца Доро – золотая чаша. С правой стороны – джелатерия Венки. А прямо перед нами Пантеон, который был построен две тысячи лет назад. Он является одним из старейших сооружений Рима. Его прочная конструкция выдержала испытания временем. Вы обязательно должны зайти в Пантеон, чтобы своими глазами увидеть самый большой в мире неармированный бетонный купол, который демонстрирует нам архитектурную изобретательность древних римлян. В центре купола находится окулус – круглое отверстие диаметром около 9 метров. Это единственный источник естественного света и вентиляции в Пантеоне. Сейчас вход в Пантеон платный. Цена билета – 5 евро. Билеты можно купить прямо при входе в Пантеон. И еще советую вам взять аудиогид, который расскажет вам интересные истории от лиц таких людей, как император Адриан, папа Бонифаций IV, Рафаэль, Маргарита Савойская. Аудиогид на 11 языках. И еще, дорогие друзья, я хотела бы вам напомнить, что Пантеон – это церковь, и для входа туда необходима соответствующая одежда с закрытыми плечами и коленями. Огромные колонны портика Пантеона просматриваются даже на узких улицах. С другой стороны от Пантеона находится еще одна знаменитая кофейня – Сантеустакью. Здесь столиков на улице значительно больше. И сюда тоже советую вам зайти. Как я уже вам говорила, многие фонтаны в Риме закрыты на реставрацию. Идет подготовка к юбилейному 2025 году. Мы сейчас находимся на знаменитой площади Навона. На площади в форме вытянутой канцелярской скрепки находятся три фонтана. И все три фонтана сейчас закрыты на реставрацию. Я на минуточку заглянула в церковь Святой Агнесы, чтобы посмотреть, не открылась ли крипта для посещения. Но оказывается, еще закрыта. Ладно, зайдем в следующий раз. Я с нетерпением жду, когда можно будет посетить крипту. Я с нетерпением жду. Давайте немного побродим по римским улочкам. Кто был у меня на экскурсиях и продолжает смотреть видео на моем канале, вам, думаю, будет приятно вспомнить эти колоритные улочки. Мои маршруты построены так, что я чередую главные достопримечательности и скрытые жемчужины вечного города. И поэтому мои туристы даже за пять часов экскурсий не успевают устать. Трехчасовые экскурсии у меня заказывают редко. Да и что в Риме можно посмотреть за три часа, когда в Риме на каждом шагу история. Французы много лет, но нетерпением жду. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На этой улочке дровишки разгружают, значит здесь готовят вкусную пиццу в печи. А дрова придают ей аромат и тот самый неповторимый вкус. Субтитры сделал DimaTorzok По узким улочкам я направляюсь к площади Кампо-де-Фиори. На этой площади в 1600 году был сожжен Джордано Бруно. Сейчас здесь находится один из старейших рынков Рима. Каждое утро в 7 часов площадь заполняется рыночными прилавками. Большие зонтики защищают фрукты, овощи и цветы от солнца и дождя. Здесь люди разговаривают на разных языках и понимают друг друга. А в воздухе чувствуются перемешанные ароматы пиццы, жасмина, фазелика, розмарины и пюфеля. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Если на рынке в Италии встретите круглые огурцы, знайте, что эти огурцы из региона Апулии. Субтитры сделал DimaTorzok Ну пойдем, пойдем, дорогая, нам все нужно еще идти. Жизнь прожита, знаю, я знаю, но есть еще что-то у нас впереди. Пусть полгода, пусть год, пусть немного, длится будет наша дорога. Но главное, мы с тобой рядом, а большего нам и не надо. Две старости в одном одиночестве, взявшись за руки, тихо идут. И бережно счастье свое несут. Субтитры сделал DimaTorzok Я заметила, что очень часто мне в кадр попадают пожилые люди. Они такие задумчивые, никуда не спешат, медленно гуляют, наслаждаются жизнью. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так получилось, что я вновь вернулась к Пантеону, но уже время обеда. Субтитры сделал DimaTorzok На моем канале много новых подписчиков. Добро пожаловать, дорогие друзья! Наверное, кто-то из вас планирует поездку в Рим. Для прогулок по Риму вам обязательно нужно позаботиться о хорошей и удобной обуви. Лучше всего, чтобы это были проверенные кроссовки. И помните, что по Риму нужно гулять пешком. Тогда вы сможете посмотреть не только главные достопримечательности Рима, но и много всего интересного, что скрыто на узких улочках. Сейчас пойду в сторону Виадель Корсо в галерию Азерто Сорди. Там в апреле месяце был открыт магазин простой, но качественной одежды. Говорят, неплохой японский бренд. Покажу вам, где он находится. Может быть, вам пригодится. Покажу вам, где он находится. Покажу вам, где он находится. Виадель Корсо в галерее Альберто Сорди. Пойдемте, покажу вам магазин, где продают недорогую и качественную одежду. Покажу вам, где он находится. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...